Всем привет! С вами я Роман и это наш 272 выпуск Мире Моделизма. Сегодня хотел бы показать вам вот такую вот модель, смоляную от VSV Product. Модель в масштабе 1.72. Это самолет Бакшаев Лиг-7. Это самолет с раздвижным крылом. Вот, разрабатывался он и совершил свой первый полет в 1937 году. Это был исключительно экспериментальный самолет. На нем отрабатывалась вот эта вот схема с раздвижными крыльями. Схема себя оправдала, но самолет относился к гражданской авиации. Для гражданской авиации схема оказалась бесперспективной. Но вот на следующем своем самолете уже конструктор Бакшаев смог это воплотить, скажем так, более углубленно. Вот такой вот самолет, информации по нему очень мало. Вот, кому интересно, ставим на паузу. Читаем, что здесь написано. Как-то так. Ну, я думаю, в качестве предисловия это сойдет. Так, сейчас будет коротенькая пауза, и я покажу вам, что из себя представляет данный набор. Ждите, не отключайтесь. Итак, переходим к самому набору. Ну, что мы здесь сразу видим? Инструкция. Здесь вот такая вот штуковина, которая должна была пойти на бокс-арт, насколько я понимаю. Далее у нас что-то вроде чертежа с видом сбоку, с видом сверху. Далее у нас описание самолета на русском языке. Далее у нас вот такая вот схема расположения деталей на, так называемых, не знаю, как это правильно сказать, ну, будем говорить, на летниках. Вот такая вот декаль здесь должна быть. Ну, и далее вот такая вот схема сборки. Видим, как она выглядит. И все. Ну, и в качестве схемы нанесения декалей, вот изображение. В какие цвета должен самолет краситься, непонятно, но я так понимаю, что это несколько оттенков серого цвета. Не знаю, буду еще мониторить эту информацию, может там все немножечко не так, и там надо будет другие цвета выкрашивать. Ну, поглядим. Так, переходим к самой смоле. Ну, что я здесь сразу вижу, это вот такой вот пакетик. Небольшой в нем. Маленькая вот такая вот декаль с надписью СССР-Э. То есть советский самолет экспериментальный, так мог обозначаться только. Далее фонарь. Фонарь вот такой вот, отлитый из смолы. Ну, понятное дело, что фонарь этот, это что-то с чем-то, его надо переделывать однозначно. Скорее всего, выдавливать самому. Потому что фонарь здесь, откровенно говоря, дырянь. Так, движемся дальше. А далее у нас идет куча-куча литья. Так, половинки фюзеляжа. Ну, видим, в каком качестве выполненные. Насчет стыкуемости, ну, можно хотя бы вверх приложить. Посмотреть, что здесь, конечно, придется подгонять. Есть и ступеньки, есть и все радости. Ну, опять же, кроме модели от VSV Product, ее больше никто не делает. Ну, вот, я об этом самолете узнал только, когда эту модель вообще увидел. Вот, поэтому, что есть, то и делаем. Носом крутить не приходится. Аналогов нет и, скорее всего, не будет. Так, далее у нас вот такие вот детали с раздвижным крылом. Вот, крыло было телескопическое, оно вот так вот складывалось. Было сделано, кстати, из фанеры. Так. Далее основное крыло. Вот такое вот тут с кучей пузырьков от литья. Но его надо брать, перешпаклевывать полностью, потом только приклеивать, потому что, ну, видим качество литья. Мягко говоря, удрючающее. Но, с другой стороны, смоляных моделей всегда так. Так, и далее у нас, насколько я понимаю, сами основания крыла. Для чего их 4 штуки вместо 2, непонятно. Но, если так положили, значит, так должно быть. Они абсолютно одинаковые. Если так положили, пускай будут. Так, это всё, что было в этом пакете со смолой. Переходим в следующий. А здесь у нас всякая разная мелочёвка. Так. Два абсолютно идентичных мини-летничка с хвостовым оперением и с элементами шасси. Далее у нас вот такой вот воздушный винт. Похож на воздушный винт от По2. Далее двигатель. По-моему, тоже очень сильно похожий на движок от По2. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну и тут куча разной мелочёвки, которую будет проще изготовить из медной трубки, иглы от шприца, либо ещё чего-то подобного, круглого. Потому что вот это приклеивать я точно не стану. Я уверен, что оно не станет на место. По сути, это элементы шасси. Что можно сказать? У этой модели есть два огромных плюса. Это безальтернативность и редкость самого прототипа. То есть, любому коллекционеру моделей займить нечто подобное себе в коллекцию, это вообще за счастье, потому что редкий, по сути, штучный экземпляр. И причём касательно прототипа и касательно самой модели. Но, недостаток качества литья. Я понимаю, что это смола, что со смолой всегда будут какие-то траблы, но смола, конечно, бывает и более качественная. Хотя, для смоляных моделей я считаю, это более-менее терпимо. Кто осознанно взялся за работу со смолой, тому сойдёт. Как-то так. На этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если этого ещё не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok